Спартакиада среди иностранных студентов под названием «Поколение мира» завершилась во Владивостоке. В течение нескольких дней учащиеся ведущих вузов края соревновались в таких видах спорта, как теннис, плавание, мини-футбол и других. Организатором мероприятия выступила Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация Преподавателей Русского Языка и Литературы, которые ставили целью не только пропагандировать вузовский спорт, но и сплотить иностранцев вокруг российской культуры. По итогу победителем в общекомандном зачете оказалась сборная ДВФУ. Вуз получил переходящий кубок Гран-при. Второе место досталось команде в ГОЭС, а замкнули тройку лидеров иностранные студенты Дальры Пфтуза. Как отметили организаторы, к соревнованиям в будущем могут присоединиться учащиеся из Уссурийска, Хабаровска и китайской провинции Хэйлунзян. Национальная парусная лига финишировала в городе Сочи. В Олимпийском городке спустя несколько месяцев завершились гонки крупнейшего в России проекта по парусному спорту. Экипаж приморской яхты Ост Лигал Сейлинг под управлением Владимира Липавского в финале занял третье место, а в общем зачете по сумме шести пройденных этапов – второе. Владимир с командой показывал достаточно ровный результат, все время оставаясь в тройке призеров. Пятый этап, который состоялся во Владивостоке, экипаж и вовсе завершил с победой. Но по итогу очков приморцам хватило только для второго места. Наша команда уступила лишь экипажу Евгения Неугодникова из Екатеринбурга с многозначительным названием «Повелитель паруса Европа». Владивосток готовится к проведению международного турнира по джиу-джитсу. 22 октября на площадке кампуса ДВФУ пройдет чемпионат «Владивосток Оупен-2016», на который уже заявилось порядка 80 спортсменов из всех ближних регионов, а также из Китая и Узбекистана. Приморская столица уже второй раз принимает этот турнир. Как и прежде, спортсмены будут сражаться за медали в двух дисциплинах на выбор – «Неваза-борьба» и «Кокута-кумите» – полноконтактные поединки. Все встречи пройдут по олимпийской системе на выбывание. Участие в обеих категориях допустят спортсменов от 10 лет и старше. Открытие соревнований состоится в спортивном корпусе ДВФУ в 10.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.